Приветствую вас! Я бы хотел, наверное, начать с того, чтобы, как бы, определить ряд аспектов. Итак, я бы хотел определить ряд аспектов, которые составляют вашу проблему. Первый аспект – это аспект того, что у вас с вашей подругой явно сложились дифференцированные отношения. То есть дифференцированные отношения – это значит, что вы думали, что подруга относится к вам одним образом, она была с вами вместе, вы ей помогали, вы были связаны определенными обстоятельствами, определенными ситуациями и так далее. Вы думали, что она вам помогает. А когда пришла пора помочь вам, подруга этого не сделала. Как бы, и подруга не пришла вам на помощь, это означает, что, как бы, она относилась к вам по-другому. Это означает, что она воспринимала вас изначально иначе. В данном случае речь идет о том, что вы немножечко перепутали, немножечко ошиблись, если угодно, в интерпретации того, что проявляет отношение к вам человек. То есть очевидно, что если ваша подруга сейчас, на данный момент, ведет себя по отношению к вам вот так, как она ведет, это значит, что вы ей недороги, недостаточно дороги, чтобы, например, защищать вас, чтобы, например, как-то отстаивать ваши интересы и так далее. И данный момент свидетельствует о том, что вы ее подругой были, вы ей помогали искренне и тепло, а она, к сожалению, вас, скорее всего, использовала. Причем, не обязательно думать, не нужно думать, что она делала это осознанно, не нужно думать, что она делала это специально, не нужно думать, что у нее прямо стояла сеть вас использовать. На самом деле, человек, скорее всего, просто-напросто не осознавал того, что ею видят. И тогда, когда у вас все было хорошо, она действительно считала, что вас с ней объединяет дружба. Но, когда она оказалась перед фактом, что ей нужно было занимать чью-то сторону, то есть, либо сторону вашего, либо сторону коллектива рабочего, в котором она находится, она решила выбрать коллектив. И почему она это сделала? Почему она выбрала коллектив? Причин может быть много. Может быть много причин для этого. Одна из причин, ее компенсационная деятельность, именно вот по отношению к вам. То есть, что это значит? Она пришла... Когда она пришла на работу, вы ей помогали. Она чувствовала себя немножечко униженной, она чувствовала себя уязвимой. Она чувствовала себя слабой. Ей это не мягко. Ей это было тяжело, возможно. Ей это было плохо. И она терпела это, возможно, сама не осознавая того, что делает, возможно, сама не осознавая того, насколько ей это тяжело и неприятно. Например. Ну, допустим, допустим, допустим. А когда вы оказались на ее месте, то ей моментально начало казаться, что если она пойдет вам навстречу, то это будет ситуация, при которой вновь она будет, ну, собственно, себя унижать. И ей этого не хочется, не хочется повторять ситуацию, при которой она была бы как-то дискредитирована, тем более, что она позвала, как бы, вас к себе. Вот это нужно понимать. То есть понимать, что не все так просто с вашей подругой. Именно в контексте, значит, ваших рабочих отношений. Это первый момент. Что касается момента следующего. То, что вы сделали ошибку, начав с ней работать. То есть вот люди, на мой взгляд, очень часто совершают такую ошибку. Они думают, что если человек хороший друг, то он будет и хорошим коллегой. И очень часто, к сожалению, это людей губит. Дело в том, что ваша подруга, может быть, была и хорошим, была и остается хорошей подругой. Но вот другом быть для вас хорошей, то есть коллегой, коллегой для вас быть хорошей, она не смогла. И не ее вина в том, что она не смогла этого сделать. Не ее вина. Не нужно думать, что она могла бы как-то вести себя с вами по-другому, или что-то вроде того. Нет, не могла. Скорее всего, не могла. Но надо понимать, что она не могла вести себя с вами по-другому. И это означает всего лишь для вас это означает. Что вы, начав работать со своей подругой, совершили ошибку. Совершили ошибку, смешав две сферы отношений. Вы об этом не знали, поэтому я думаю, что нельзя обвинять вас, нельзя требовать от вас того, чего вы не знали. Но, тем не менее, опыт вы получили. И опыт этот такой, что нельзя смешивать отношения. Далее. Далее, это то, что касается отношения коллектива к вам. Здесь я могу сказать следующее. Отношение коллектива к вам, оно таково, само по себе, во-первых. Что может быть подруга ваша и не хотела бы относиться к вам так, как она относится. Но коллектив от нее этого ждет. А наше устройство коллектив этого от нее ждет. И поступает так. Ну, есть такие люди, конформисты. Куда я, туда иллюзия. Такие люди бывают. И опять-таки, обвинять ее в том, что она ведет себя так, было бы, мягко говоря, ну, не то, чтобы неэтично, не то, чтобы неправильно. Скорее, непродуктивно. Ну, вот толку, например, что вы будете ее обвинять, говорить, что она плохая, или что она могла бы поступить иначе. Может быть и могла, да только не поступила. Ну, не поступила она иначе, а значит, не могла. И важно понимать, что ваша неуверенность связана с тем, что никто в коллективах, по большому счету, не любит людей, которые приходят туда, в коллектив, по некой протекции. А это именно так, как выпустили в коллективах, по протекции, то есть по приглашению вашей подруги. И ваша подруга, возможно, сама не знала о том, какие это накладывает, ну, обязательства, какие это накладывает на нее, какую это накладывает на нее ответственность и так далее. То есть вот это вот тоже нужно понимать, что подруга, возможно, оказалась просто не готовой к этим моментам. Подруга оказалась не готовой к тому, что ее ждало. Она оказалась не способна действовать вот в этих вот условиях, изменившихся условиях, скажем так. И это тоже нужно понимать. Нужно понимать достаточно четко этот момент, что она может быть хотела бы, она может быть действительно желала бы этого, но не могла. А коллектив против вас, ничего плохого, вот лично против вас, коллектив ничего плохого не имеет, именно лично против вас. Но проблема заключается в том, что не имея ничего против вас лично, коллектив имеет против вас как коллег. То есть нужно понимать, что для коллектива вы угроза. Для коллектива вы человек, который нарушил некоторые определенные правила, негласные правила. Вы поставили себя в заведомо выгодное положение. И это коллективу, конечно же, не понравилось. Вот, собственно, то, о чем вам и нужно знать. Вот, собственно, то, что является объективной реальностью вашей проблемы. И тогда, что мы имеем в итоге? В итоге мы имеем с фельдшем, что вы пишете, значит, так, не знаю, как себя вести с подругой. С подругой вам нужно вести себя нейтрально. То есть вы видите, что она оказалась не способна вас поддерживать, она оказалась не способна идти за вами, она оказалась не способна вам помочь. И давайте мы не будем ее судить, давайте мы не будем ее как-то осуждать, да, за то, что она сделала, это не было бы правильным. Подруге относиться стоит как к человеку слабому, как к человеку, который не смог, не справился, как к человеку, у которого не получилось поступить правильно. Правильно. Поселить ее нужно вашу подругу. Я имею в виду. Это то, что можно сказать по поводу подруги. Далее. Вы говорите, я не могу уйти с работы. Я не могу уйти с работы, говорите вы. И здесь, если честно, мне не очень понятен ваш мотив. То есть вы говорите, я долгое время не могла найти работу. Почему? Почему вы долгое время не могли найти работу? Вы же уволились там по какой-то причине, значит, что-то произошло. Далее. Почему вы не можете развернуться и уйти? Тоже очень важный момент. Если вам тяжело на работе, то вы для чего будете себя мучить, насиловать, заставлять, ломать себя. Ну, на чеку хорошему это не приведет. Нужно бы не понимать. Ну, это просто перетерпительный период, пишите вы. Но этот период может длиться довольно долго. Более что, ситуация изменится, но если изменится, то весьма и весьма не скоро. Поэтому вы, скажите, для себя попробуйте снизить значимость работы, которая у вас есть сейчас. Значит, именно снизить значимость работы. И говоря снизить значимость, я имею в виду то, что она для вас значит. Вы же не могли долгое время найти работу, значит, вы что делали? Вы были без работы. Раз вы были без работы, значит, что? Вы могли быть без работы. Ну, так если у вас есть возможность быть без работы, но вы подберите ту работу, которая бы вас устраивала. Тем более, что опыт у вас есть, тем более, что возможности у вас тоже есть. В общем, решать здесь, конечно же, вам. Но я думаю, что именно так можно ответить на ваши вопросы. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. В общем, желаю вам всего самого доброго и удачи. Знаете, такой небольшой подскрипт, если у вас есть неуверенность в себе, именно вот профессионально неуверенность в себе. То есть, когда люди, например, вас как-то вот задевают, да, а вы в этот момент чувствуете, а вдруг они правы, а вдруг действительно так, а вдруг вот я там действительно что-то не так делал. Это плохо. И с этим нужно работать. Поэтому, если у вас есть именно это неуверенность в себе, обращайтесь именно с этим вопросом к психологу, который вам понравится, и проработайте с ним данную проблему. Это вам необходимо для того, чтобы выполнять свою профессиональную деятельность. Удачи вам! Субтитры сделал DimaTorzok